Слушайте, ну красота. Молодцы. Свой просторный особняк в 113 квадратных метров Сергей Широбоков показывает главе региона. Руки у тракториста золотые, дом возвёл сам. С деньгами помогло государство. Сергей и Елена получили субсидию на строительство жилья в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий», инициированной президентом. Размер социальной выплаты по этой программе для семьи Широбоковых составил более 700 тысяч рублей. Целый год мы ждали, когда это всё рассмотрят. Там, видимо, тоже очередь большая. Вот. Потом нам одобрили. Это очень хорошая поддержка для молодых. Надо, наоборот, побольше таких программ всяких придумать, чтобы молодёжь оставала с сельской местности, а не разъезжалась. Деревня Верхнязь, где живут Широбоковы, это уже третий дом, построенный по программе. Жилищные сертификаты выдаются сельским молодым специалистам. Одно из условий – семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. Раньше Сергей и Елена с тремя детьми жили у родителей. Получив государственную выплату, молодой специалист должен остаться работать на селе. Кстати, Сергей вернулся в родную деревню после того, как пожил в Ижевске. Говорит, ему здесь лучше. Что касается размера выплат, то он исчисляется, исходя из нормативов квадратных метров в расчёте на семью. И на двух человек поддерживается 42 квадратных метра. И на каждого последующего члена семьи по 16 квадратных метров. В республике у нас устанавливается средняя ставка стоимости квадратного метра. У нас в Удмуртии она составляет 21 123 рубля. В прошлом году жилищные условия улучшили 196 сельских специалистов. Нынче жилищные сертификаты получат более 300 тружеников агропромышленного комплекса Удмуртии. Во время визита в Игринский район Александр Боричалов вручил ещё 5 сертификатов на строительство жилья. Если в прошлом году мы чуть больше 100 миллионов на эту меру поддержки получили, в этом году уже 170 миллионов рублей. Нам ещё очень много предстоит сделать. В 2019 году существенное количество сельских дорог будет отремонтировано. В 2020 году мы эту проблему должны закрыть. Решается вопрос из газификации. Сельская жизнь должна быть комфортной. Тогда и молодёжь останется на родной земле. Светлана Буланова, Юрий Дроздов. Новости. Продолжение следует.